Приветствую дорогие друзья, с вами Зидыч и сегодня у нас продолжение темы о лучших сетапах и сегодня мы дошли до Советского Союза. На самом деле здесь довольно обширная тема, можно было бы конечно же сказать о сетапах и на третьем и на четвертом ранге, потому что у советов гнут как те, так и другие, но это слишком большое видео, поэтому я разделю его на две части. И сегодня видео будет именно о третьем ранге и в частности об Эре 5.0. Но на третьем ранге тоже можно разделить сетапы на две части для тех, кто могут купить себе премы и те, кто не могут. И те, кто могут себе купить со 100у, автоматически повышают боевой рейтинг сетапа до 5.3. И в общем-то с помощью корабельной 130-мм пушки спокойно сидя на одном месте фармят, например, как я делаю это на карте Берлин. Но я на самом деле хотел сделать именно народный сетап, бесплатный, который не требует доната, поэтому все же рассмотрим сетап без премов. Ну что же дорогие друзья, сейчас на карте пепельная река вы наблюдаете самый основной народный танк Т-34-85 с пушкой Д-5Т. Сейчас случилась неприятная вещь, мне повредили казенку, привод горизонталки и нужно что-то делать, ремонтироваться. Благо рядом есть развалины подбитого самолета, за который я спрячусь и начну ремонт. Здесь начинается самое интересное. Дело в том, что меня обложили противники. К сожалению, плата практически полностью проиграна. Посмотрите, как они дерзко катаются туда-обратно и меня такое ощущение будто не замечают. При этом я еще умудряюсь ремонтироваться и вроде бы оставаться в какой-то относительной безопасности. Это какое-то везение. Я не знаю, почему Тигр меня не заметил. Он хотя повернул ствол, но опять отвернул. В общем, пока что не заметили. И продолжает какой-то М18 наяривать там кататься по самому краю, по крайней линии. Ну ладно, стоим и не двигаемся, может быть и не заметят. Главное, чтобы рядом не приезжал противник, который мог бы более детально рассмотреть эту позицию, в частности нас. Он едет, он едет, этот противник. Главное не дышать, не дышать, все. Ждем, ждем. Вроде бы все окей, так ремонт закончился. Аккуратно, не спеша, поворачиваем корпус и едем за этот камушек. Давай, 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 34-очка. Хух, самое опасное позади. Теперь нужно забивать гвоздь в крышку гроба этих засранцев и начнем с самого последнего, чтобы первый не заметил откуда ведется огонь. Вот оно, вот оно преимущество безмаркерной системы, где можно сделать даже настолько атмосферную ситуацию, которой и в помине быть не может в аркадном бою, а здесь это возможно. Итак, у нас уже минус 2, сейчас будем уничтожать третий танк, практически перезарядились, выстрел... Не успели. Но, тем не менее, неплохо размялись. Теперь перейдем к настоящей боевке на Т-34-85. Итак, превосходство на карте Карпаты. Мы начинаем довольно агрессивно на нашей 34-очки. А наземный сетап у нас следующий. Разумеется, это Т-34-85, пушка Д-5Т, КВ-85, СУ-152 и, соответственно, на всякий случай у меня есть прем СУ-100У, который я не использую. Тем не менее, он у меня в сетапе и меня закидывало, получается, чуть выше, чем я рассчитывал. Хотя, на самом деле, у КВ-85 тоже БР-5.3, но поверьте, для нас это не проблема. Т-34-ка шикарно себя чувствует на этом боевом рейтинге за счет своей пушки. А главное, тупоголовых камерных снарядов с шикарным заброневым воздействием и довольно неплохим бронепробитием 142 миллиметра. Это, пожалуй, самый яркий плюс Т-34-ки, потому что этот снаряд доступен уже в стандарте. Это самый первый снаряд, который вы получаете, когда открываете Т-34-ку с данной пушкой. Сейчас вы видите, какой идет тотальный нагиб. В основном противники уничтожаются с одного хорошего попадания, но некоторые выживают после первого снаряда, зато уходит после второго. Перезарядка с АСами у нас 7,1 секунды у американцев, с их снарядами М-62 перезарядка где-то 6 секунд. Но самое главное то, что наш снаряд оказался мощнее. И в целом получается такая картина. Если, например, американцы рулят в большей степени за счет хорошей своей авиации, если, например, как вы помните, они делают первые два минуса и садятся на самолеты, то здесь немножко другая ситуация. Советская техника рулит, прежде всего, в наземных баталиях, особенно на третьем ранге, где 34-ки и КВшки, а 85-е просто тотально доминируют. Зато у американцев есть тандерболты и хелкеты с шикарной бомбовой нагрузкой, так еще и ракетным вооружением. Здесь уже не поспоришь. А чем же порадовал нас авиационно-штурмовой сетап? Давайте посмотрим. Итак, у нас, как вы понимаете, есть Илы-вторые, разных модификаций. И, к сожалению, есть такой неприятный момент, что у Илов отобрали 4 ракеты. Раньше у Илов было 8 ракет и бомбы по 100 килограммов. Теперь у них 4 ракеты, то есть их хватает фактически на 2 залпа и уничтожение не более двух противников. Далее нужно работать с 100-килограммовыми бомбочками, которые практически бесполезны. Именно поэтому я вам предложу совершенно забыть про Илы-вторые, которые почему-то сейчас до сих пор довольно популярны, но практически бесполезны. Есть куда более выгодные соотношения по самолетам. А тем временем, несмотря на мои старания, мы слили. Итак, сейчас я вам предложу один полный бой и дам очень интересные рекомендации. Кстати, сейчас лучше не трогать этот мостик, сразу переезжать через ров вот таким вот способом. На мостик как раз гусеницами не заезжайте, не дай бог. И покажу вам одну уникальную позицию, которая делает невероятные возможности для вашего фарма. Именно на Восточной Европе. Итак, мы просматриваем вот эту дорогу. Здесь по-любому будут приезжать противники на точку. И смотрите, какое я беру упреждение. Заранее рассчитываю на то, что танки могут быть невидимыми и засветятся лишь на середине этого пути. Смотрю самый правый край. Разумеется, заряжены тупоголовые снаряды. Итак, начнем фарм. Первый пошел. Идем дальше. Некоторые из вас сейчас скажут, ну борт был подставлен, фартануло. Окей, не проблема. Ждем следующего противника. В целом, перед тем, как двигаться дальше, я на этой позиции жду 2-3 минуты. Итак, следующий противник выезжает. Где ты? Где ты? Где ты, дружок? Я жду. Пантера. И снова она засветилась в последний момент. Вот этот, конечно, момент немножко раздражает. Но благо мы стояли на месте, раскачки не было, поэтому мы выстрел произвели раньше. Важность этой позиции не только в том, чтобы мы хорошо пофармили, но и в том, что наши союзники в это время занимают ключевые позиции. А мы не даем противнику заскочить на точку А. Как вы помните, мы пропустили лишь Шермана только потому, что он был немножко быстрее. А тем временем фарм продолжается. Тигры лопаются при попадании в полочку. Это, пожалуй, очень уязвимое место, которое легко пробивается нашим тубоголовым снарядом. Посмотрите, постоянно бьется полочка у тигра. Вот это тигр, 43-го года танк. Хотя нет, не так. Основное применение у него было в 43-м, а так-то он появился даже в 42-м. Стоп. Вы чувствуете это? Какой-то пожар. Вот что-то горит. Ах да, это же стулья немцефилов, которые смотрят и плачут просто на это избиение тигров, которые ваншотятся практически с помощью этой пушки. Вот такие дела, ребята. Вот такие дела. Тем временем я уже продвинулся немножко дальше. И вот смотрите, кто-то пропустил все-таки Шермана. То ли это самый первый Шерман, который проскочил, то ли реально его пропустили по берегу. Поэтому мы пересаживаемся на другую технику. И теперь начинается самое интересное. Авиационный сетап. И посмотрите, какую замену Илу второму я нашел. Это Пе-2. Выбираем вооружение. Это будет 10 ракет. Да-да, 10 ракет. Шикарная просто нагрузка. Это нам хватит как раз-таки на 5 танков, если мы будем хорошо попадать. Таким образом, Пе-2 будет куда лучше, чем как раз-таки Ил-2. Он отлично маневрирует, хорошо выходит на огневую и, в общем-то, ракетами пользоваться довольно просто. Но, к сожалению, посмотрите, какая неприятная ситуация. Одно попадание Браунинга с какого-то М-18 поджигает правое крыло. И это просто катастрофическое невезение. К сожалению, мне придется сейчас идти уже на последнюю атаку и забирать за собой противника. Но, что хочу сказать, для тех, кто не умеет пользоваться ракетами, есть и другая альтернатива. Я бы посоветовал вам для своего сетапа обратить внимание на АР-2. Самолет, который имеет из самого оптимального варианта нагрузки, это 6 бомб по 250 килограммов. Например, у американцев есть ТБФ, который имеет 4 бомбы по 500 фунтов. И здесь, получается, у нас будет 6 бомб по 500 фунтов. Вот это как раз альтернатива, причем очень выгодная. А если вы еще умеете ракетами пользоваться, тогда у вас просто джекпот. И именно эти самолеты выравнивают более-менее ситуацию в проигрыше штурмовки как раз-таки американцев. Дерзкий противник зажимает меня прямо на базе. Что происходит? Где наша команда? Снова какие-то непонятные ситуации. Мне приходится обороняться. Странно, что вообще последовал такой камбэк после того, что произошло в начале игры. Снова вроде бы я настрелял много фрагов, много уничтожил противников, не дал заехать на точку. И тем не менее мы сливаем. Что происходит с советской командой? Второй бой подряд. Меня уже реально бомбит, ребята. Но тем не менее мы продолжим адекватно оценивать ситуацию. В конце концов мы забираем этого товарища и можем отремонтировать наш танк. Итак, ремонт практически закончился. Мы выезжаем на дорогу. И отгадайте, что там происходит? Очередной противник! У них там просто проходной двор. Я не знаю, посмотрите на карту. Прямо на центре карты. Там, где находится точка. Находится вся наша команда. Как этот неспешный КВ умудряется проскочить? Ааа, я понял. Этот парень просто играл в спинтерцелл и знает, как проскакивать всяких ботов. Ну ладно, нужно как-то выживать. Тупоголовым снарядом в правую щёку. Как всегда, тупоголовый не подвёл. Слава богу. Ну всё, сейчас будем нажимать противника. Но тут прилетает с другого берега. Но здесь ещё можно понять то, что объезжали с другого берега. Тем не менее, ситуация печальная. Как это происходит? Я не знаю, ребята. Катайтесь взводом. Я не знаю, чтобы такого не было. Просто катайтесь взводом. Я думаю, можно уже подвести итог сегодняшнего обзора. Итак, ребята, я вам посоветовал действительно интересный сетап. И причём, не требующий вложений. Я имею в виду, можно обойтись в принципе и без премов. Но проблема в том, что за советскую команду на третьем ранге играет довольно много раков. И поэтому могут быть частые сливы. Хотя вроде бы по наземке преимущество именно у советской команды. Но я уже не хочу никого обидеть. Просто закрой эту тему. Так что, ребята, надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь на канал. Ставьте этому видео палец вверх. Если вам интересно, будет много лайков, то я сделаю такое же видео на четвёртый ранг и расскажу про варианты оптимальных сетапов. Так что всего хорошего и удачи в наземных и воздушных баталиях War Thunder. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok